До окончания учебного года еще далеко, но тема ЕГЭ сейчас уже активно обсуждается. Причем подготовка к итоговой аттестации – процесс планомерный и длительный, и в какой бы форме эта самая аттестация не проводилась. В актовом зале технологического техникума эту тему обсуждали 13 февраля с руководителями образовательных учреждений Северного образовательного округа. Здесь, наверное, необходимо отметить, особенностей по опыту прошлого года было очень много шума, много было скандалов, касающихся несоблюдения различного рода нарушений, несоблюдения требований различного рода нарушений. Поэтому в этом году изменения в основном касаются организационных позиций. На экзаменах во всех пунктах проведения в аудиториях планируется, в первую очередь, организация видеонаблюдения. То есть в каждой аудитории будет находиться две видеокамеры, и по ходу экзамена они будут осуществлять видеозапись всего, что происходит в аудитории. Нарушения были зафиксированы и в Кировской области. 15 человек было удалено с экзаменов за использование телефонов или шпаргалок. Был и случай, когда тесты просочились в интернет. Поэтому в этом году особое внимание уделяется еще и информированию учащихся о соблюдении правил. На экзамен надо приходить минимум ручка, минимум удостоверения, то есть документ, это самый документ паспорт, мы понимаем. Ну, ручка эта гелевая подразумевается, ну и практически с полной головы. Любые нарушения, они будут расцениваться как это от невыполнения требований, за них будет удаление с экзамена с аннулированием результатов и с возможностью пересдачи не ранее, чем через год. Требования к сдающим ЕГЭ особо не меняются. Наполняемость тестовых заданий также остается примерно на уровне прошлого года. Причем у обучающихся будет возможность заранее проверить свои силы. В этом году впервые Федеральная служба по надзору в сфере образования открыла так называемый банк заданий. То есть он открытый, находится в сети интернет, на сайте Федерального института педизмерений, ФИПИ так называемый. Поэтому выпускники или будущие участники экзаменов имеют возможность попробовать свои силы в решении тех или иных заданий. Единственное, что там нет правильных ответов. То есть задания есть, их можно посмотреть, порешать, проанализировать, насколько, так сказать, правильно, насколько есть лед в той или иной теме. Вот это, безусловно, очень хорошо. Что касается перечня экзаменов, продолжительности, количество баллов, необходимых для успешной сдачи, всего этого изменения не коснутся. Очень важный момент – не переусердствовать. Не надо закончить обучение, текущее, которое есть, и углубиться в эти тесты. По ЕГЭ планируют выложить порядка 45 тысяч заданий. Как вы понимаете, их прорешать просто невозможно. Это очень важно. Поэтому важно найти свои проблемные, так сказать, темы, проблемные вопросы и попытаться их еще за оставшееся время каким-то образом, ну, наверное, освоить. Отдельная тема – получение результатов единого госэкзамена. Тесты обрабатываются не в день сдачи и не в пункте сдачи, а потому организаторы еще раз напоминают сроки. По обязательным экзаменам, если вот так посчитать, обработку на нашем уровне, то есть мы часть материалов обрабатываем у себя в Центре оценки качества образования, да, и вторая часть обрабатывается в Москве. Не менее 10 дней по обязательным экзаменам практически получается срок. Результаты мы выкладываем на сайте, вся обычная информация, она доводится до детей, проблем никаких нет. Участник сдачи ЕГЭ имеет право подать апелляцию по процедуре и по результатам. По процедуре проведения экзамена это можно сделать только в день сдачи, не выходя из пункта проведения ЕГЭ. Еще одна важная новая информация касается срока действия результатов. Свидетельства ЕГЭ не будет как такового, то есть документ, он утрачивает силу, но все результаты прописываются в Федеральной информационной системе. И срок действия результатов 4 года. То есть для выпускников этого года до 2018 года они действуют. Следует также говориться, те, кто сдавали в прошлом году и позапрошлом году. 2013 действует до 2017, 2012 до 2016. Все остальные результаты не действуют предыдущие. И еще одно существенное новшество. С управлением внутренних дел уже обсуждается вопрос о пропуске детей в пункты проведения ЕГЭ через металлоискатели. Для того, чтобы заранее выявить наличие сотовых телефонов у участников аттестации и предотвратить нарушения.